Здарова всем! Да, давненько меня не было, так как заебался с этим универом. Учёба, учёба, ещё раз учёба, блядь, и ничего кроме учёбы. Пропустил я очень много роликов. Зачастую это были ролики, которые парни просто вырезали из самых старых геймплеев и под короткими названиями типа Легендарь Босс Баттл там типа или Шок Смотреть Всем там, Хард Типа Режим, в общем, выдавали за новые ролики. Но я-то их сразу раскусил, так что Пропустил я буквально два новых ролика, да. Это Битва Мартышки, 17-минутная против якобы Хард режима крепости, где он её так и не захватил. И, собственно, Дарк Трайп трейлер. Да, вот насчёт трейлера Дарка тут я, конечно, согрешил. Ну что ж поделать, времени мало сейчас довольно очень-таки. Сделать я с этим ничего не могу, если только не убью своих преподов. Но я потом лет на 8 сяду, так что смысла нет. Я уж точно пропущу предзагрузку. Так что, ребят, мне Георгий Мироненко, в общем, всех нас опять спасает. Я просто что? Чтобы, так сказать, не отмазаться, а сказать, почему я не снимаю вот эти всякие ролики. Ну вот сейчас, на данный момент, мне скинули ссылку на битву с... Это такое, ну, допустим, всё равно это видео сейчас буду снимать, поэтому сейчас будет Битва с Назгулом. Да. Вам не послышалось. Будет Битва с Назгулом. И как я правильно понял, я промотал чуть-чуть, но знаете, так как обычные фильмы смотрю, просто тыкаю на рандомные моменты и пытаюсь что-то понять. То есть, вот так вот слепить фрагменты паззлов. В общем, это будет, типа, первый Назгул, с которым мы встретимся в игре. Ну, как я понял, со слов разработчика. Почему я не снимаю эти ролики? Потому что это сильно зашкварный спойлер. Это очень сильно зашкварный спойлер. Я, как вам сказать, ну, вы сами понимаете, что вот правильно люди некоторые писали. На самых-самых-самых первых моих роликах, там, где я только начинал всю эту шелупню, правильно люди писали, они сольют, ну, грубо говоря, почти пол игры на своих вот этих видео, на своих стримах, а потом попросту тебе не будет интересно играть. Поэтому я стараюсь вот с последних времен вырезаю вот эти битвы с Баурагами, вырезаю битвы с Карнаном. Я стараюсь, чтобы люди не видели, вот последние люди хотя бы, сотка, да, надеюсь, которая подписалась, чтобы они не смотрели это, чтобы им было интересно потом играть в игру, чтобы они такие, ебать, нихуя себе, вот это классный сюжет, ну, не сюжет, да, вот это классный момент сюжета, давайте поиграем, вот это будет интересно. Но они просто посмотрят такие вот сейчас видео, да, допустим, они сейчас его посмотрят, а когда эта битва будет у них, Они такие, а я знаю, вот я смотрел, сейчас будет это, сейчас будет это. То есть, ну, вы понимаете, что я хочу вам донести. То есть, жёсткие спойлеры я, конечно, постараюсь избегать, но, Георгий, тебе спасибо отдельно, вот, что сидишь на таких сайтах, я вижу, что тебе похуй, да, то есть, ты смотришь вообще любую информацию, ты питаешься ей. И, ну, ты нас опять спас, на каком-то сайте нарыл новости, какую-то статейку, да, с видосом on Game Informer, типа, битва с Назгулом, поэтому давайте её посмотрим. Назгул идёт за тобой, защитите крепость. Сколько дают? 12 тысяч экспы. Это Steam Controller, да, если я не ошибаюсь? Вот эти значки, вот эти, вот эти странные кнопки, это, по-моему, Steam Controller. Это будет босс-битва против Хейма Молотоголового, если я правильно понял. Типа, ты идёшь, захватываешь крепости в Мордоре, и отправили Назгула, чтобы вернуть их обратно. Типа, его судьба, прежде чем он стал Назгулом, его судьба была трагичной, и его ярости нет предела. Ну, как он сказал, цепей, но, я думаю, всё-таки предела будет. Вернее, блядь, какой он просто топ. Вообще, просто любой Назгул топовый. Я так правильно понимаю по лору, по канону, что, чтобы у тебя был Назгул в подчинении, тебе нужно было, типа, подарить кольцо кому-то из людей, ну, вообще, кому-то. И, получается, когда у тебя кольцо всевластия, ты подчиняешь все остальные кольца, и тем самым они становятся твоими рабами. То есть, по канону, по идее, Талия мог сделать такие бомжи кольца, да, отдать их вот этому же самому негру из Минаса Тили, если я правильно помню. Вот этой тёлке, и они, типа, тоже бы стали Назгулами, тоже, ну, я просто не сильно во властелине кольца шарю, я плаваю, так сказать, на среднем, ну, ниже среднего на вселенной Толкина, поэтому я надеюсь, я... Если кто-то шарит, ну, по-любому кто-то шарит лучше меня, если я сейчас правильно не сказал, то вы уж меня простите, просто я пытаюсь как-то выехать объяснить тем, кто вообще с этим не знаком. Типа, темный властелин назвал свою цену Рейнджер из Гондора, типа, эта крепость, что-то там, тьмой. А, тьма, типа, будет сражаться против тебя? Нихуя себе! Победите Хэлма Матаголового... М... Мата... Матаголового! Ого! А у нас есть защитники, да, я так понял? Есть атакующие защитники, только, правда, у нас один почему-то урук. Типа, у Хельма есть силы призывать существ Мордора себе на помощь. Вау, вы видели? Как только Талиан приручил существо, оно мгновенно умерло. Просто. У нас 30 уровень, один урок. Ну и естественно с рекордами. Это видимо Оверлорд, насколько я понимаю. То есть вышел сражаться Оверлорд. Ну вот, он говорит, что это первая наша сватка с Назгулом, после того, как мы углубимся в Мордор, то есть захватим пару крепостей. Блять, Назгул оконтрят как обычного вообще рекорта. А что он у него такой? А, я думал, блять, у Назгулов будут немного другие драконы. Хотя, запарно было бы писать отдельные модельки для Назгулов, но... Ебать, вы глядите, что он умеет. Ага, то есть он говорит, если мы победим Назгул, то мы... Типа, получим фрагмент, типа его прошлого... Ну, воспоминание прошлого, типа, будет грустно, вся хуйня. Это будут битвы боссов на боссов, я понимаю. То есть я правильно понял, что это был Оверлорд, который, по сути, сдох, потому что он в блединге сзади где-то. То есть будет в таком стиле батл с Назгулами, то есть будет выходить крепость на, собственно, на одного Назгула с тобой, естественно. Но все-таки я надеюсь... Вау! Он противится, у него железная воля и, ну, как бы... Хотя он Броукин, смотрите, он Броукин. Интересно, его можно поставить на колени и, типа... Ой, блядь! О, ну, короче, это как и с уруками вот этим новым фартхогом, который умер, и его добавили в честь бывшего эксполнительного продюсера. Кстати, музыку тоже с помощью этого фолловера добавил, она с патрейлером, если кому-то было интересно, можете скачать. А... Вот... Ну, получается, Этарриэль тоже заходит и, типа... То есть у нас было тоже, походу, No Chance, или это специальная заскриптованная катсцена, типа, что она пришла тебя спасать, и теперь вы будете вдвоем драться, хотя она его, наверное, сейчас убьет. Типа, она охотится на Назгулов очень давно, но мы-то знаем. То есть, он сбежал, его не убили, его не заклеймили, в общем. Эль Тарель выследила... Вот он, как он выглядел до своего превращения в Назгула, то есть, такой брутальный мужик в шлеме, как у Довакина, практически, как броня, солдаты. Эль Тарель выследила Хельма Молотоголового к снежным пекам на Серегосте, ну, присоединитесь к ней и победите Назгула. Жаль, я хочу его... Блин, ну... Хотя, как будет оно подчиняться, типа, новому колесу, я ж не знаю. Как вы их борете? Я сделаю учителем, что я тебя... Я думаю, что я люблю более вершину, чтобы ты не обманываешь меня. Где Назгула? Они начинают флиртовать и такой калимбрибор, алло, где Назгула? Близко. Будешь успевать? Ну, постараюсь, типа. Это не первый раз, когда ты встречала Хелла Молотоголов. Я встречала каждую революцию больше раз, чем я могу считать. И ты их никогда не победила? Нет. Лол. И почему ты продолжаешь бороться? Типа, никогда не победила Назгула, но, типа, попытается убить его? Что? Она, типа, их просто отгоняет, ты так понял? Зачем ты сражаешься? Зачем ты сражаешься? Иногда не победила Назгула. Иногда не победила Назгула. Ну, и, в общем, пошла битва. Нихуя набегает, ребята! Ну, мы, конечно, быстрее. Типа, Трой Бейкер выполняет свою работу хорошо, то есть, типа, отыгрывает эмоции Таллиона, да? Хотя, сейчас была шутка, что, типа, это у него в контракте назначено, то есть он должен пахать как раб. Победите дракона Назгула. Ну, блядь, он, по сути, ничем нет. Нет, только его нельзя заклеймить, я так понял, то есть у него железная воля. Идите за Эльтарией. Ну, блядь, она же лазит не шаре, да, как Таллион? Ну, да, как я и говорил, что при побеждении Назгулах ты будешь получать часть их воспоминаний из прошлого. И, типа, именно этот Назгулах это, типа, блядь, призрак ярости, типа, который мстит вся хуйня. Как понять, какие кнопки требуются, если, блядь, просто кружочек пишется? Да, то есть, чё за хуйня? Типа, они работают, боже, какая кривая анимация, конечно, дракона. Они работают со Средиземьей Энтерпрайзес, типа, чтобы получить максимально, знаете, типа, канон из Хоббитов и прочего типа. Ого! Ого! Блядь, у них такая классная броня! Мне она так нравится, эта пластинчастая броня. Она была у первой части, у скин, типа, Сила Тени. Типа, там вот этот Черная Рука бегал, у него тоже такая броня была, очень классная. Ну, всё, пошла жара. Нихера себе. В смысле, Блидинг? Он ничего не сделал даже. Ну, они, типа, махаются, она, видимо, пытается его отогнать или призвать. И потом... Или он ее истощает. И она умирает. Да. А где же Меканоны? А, а, то, что с Хелма, так и так, что он его вкомнивает несколько Драконов, так что Драконов, он тоже имеет этот абсолютно массовый гаммер, который был его инструмент для венженства, в его убежать, в его врагах, а потом, что он, типа, они сейчас разваливают оружие, что он может призвать драконов себе на помощь, типа, что у него молот... Вот, типа, блядь, этот, насилие, типа, которое несет всем, короче, погибли, вся хуйня. Вот что значит Брокин? То есть, то, что он призывает хулов, это понятно. Он в ярость вошел. Ни хера он мочится. То есть, блядь, я не понимаю, его же нельзя, получается, при... При...ручить? Ааа, ты используешь силу нового кольца, чтобы получить, типа, воспоминание прошлого. Бля, я думал, можно будет приручить. То есть, они были охотниками, ну, как я понял, они загоняли кабана, и потом пришли какие-то чуваки с луками и сказали, типа, тебе нужно было... Мне... Ух ты, ё... Ну, и украли его, короче, жену. Или она умерла. Ну, и вот он оказался... Ага, вот он оказался, типа, раненым, и потом они с Келимбримбором пришли, походу, его хильнуть. Но Саурон закрысил, как обычно, он же, типа, был наебщиком великим, и, типа, дал ему кольцо, которое просто, наверное, обратило... Саурон и Келимбримбор вместе, потому что они работали над Кольцом Властей. Такой, нихуя себе, где моя дочка, ублюдки? Пожалуйста, не борься к ним. Ааа, ё, 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 ни хера себе! Она ж, ни хера на крыса! Она, типа, она, она приказала любовнику, или, типа, возлюблен... Да какая нахуй разница? У них, блядь, это, у женщин это одно и то же. Она приказала любовнику тупо закрысить, то есть, подождать в засаде, потом она, типа, с отцом охотилась на кабана, ну, или это был её питомец, Пета. И потом, получается, любовник закрысил, ранил батю, то есть, она ж сказала его не убивать, хотя они его ранили, и, получается, они сбежали вместе, типа, всё. С три. Она ж не, она, ну, то есть, она не заложница, ну, как я вижу, она даже не пытается сбежать от него, то есть, ей, как бы, охуенно, ей норм, ну. Да ну нахуй, я бы убил, я бы... Зачем такая дочь, пиздец, которая вот так вот, ну, нельзя по-человечески сказать, я не знаю. Не, ну, в те времена было жёстко, да, там, я понимаю, типа, что не пустил бы, ну, не разрешил, ну, ебать, ну, хотя бы поговорить можно было, попытаться. Сейчас он его убьёт, конечно, дочку, ебать, ну, конечно, ну, а чё тут думать, и, типа, он станет злым из-за того, что, типа, сейчас он, наверное, разозлится на чувака, да? Ну, и всё, типа, и хуя, он ей руку разрубил. Сама виновата, тупая пизда. Ну, и, типа, он сейчас разозлится и убьёт нахуй всех. Всё нахуй? Ну, да. Блядь, ну... Ну, вот этот момент меня вообще просто поражает. Типа, убьёшь меня, остановишь войну, и всё, и, типа... Ну, типа, сейчас я это сделал, и дочка, блядь, сука... Ну, блядь, ну и чё тут думать, это ж всё понятно. Я, конечно, я понимаю, ну, что мало... Ну, я очень аморальный человек, то есть, мне похуй на эти... Морали, все право, что фу, дочка, там, ебать, я убил, всё плохо, или... Вообще, типа... Ну, я понимаю... Я просто, блядь, ну, логически посудите, здесь подсознательно понятно. Она крыса. Она вместо того, чтобы просто поговорить... Хотя это неизвестно, может, она с ними говорила. Тут я согласен. Может, она с ними говорила, но он ей не разрешил. Но в этом случае я этого не видел. Почему она ему просто этого не сказала? Вот у меня есть любимый, вот он, типа, с другого рода, типа, может, он вообще, типа, с другого царства, мы с ним воюем. Но я хочу быть с ним. Всё. Мы с ним, типа, подружимся, будет мир. Нет, блядь, давай мы, короче, устроим на него засаду, мы его убьём. И я даже на батю не посмотрю, когда его подстрелят. А может, его уже убили. То есть, мне похуй, меня украли, мне заебись, у меня есть любовник. Это пиздец, чё это такое? Ну, ну... Почему каждая хуйня выставляет женщин в плохом свете? Я, конечно, не против, да, но... В данном случае, почему, блядь, мужик не оставил тёлку сзади? А почему она пошла с ним? Она же даже не смотрится, как пленница. Батя заходит и видит, ну, он, типа, идёт спасать свою дочь. И тут такой, нихуя себе. Она стоит, её охраняют воины, она держится за ручку. Может, они там даже целовались и обнимались, кстати, можно просмотреть. Ну, по-моему, да. По-моему, он заходит, и они там за ручку держатся, вся хуйня. Вот. Ебать, не сражайся с ним, он тебя убьёт. Ну, и чё это значит? Ну, что за хуйня вообще? Типа, война идёт, короче. На нахуй. Ну, типа, сейчас он смотрит на неё и принимает, короче, злую сторону. Вот, оно, типа, кровь покажет, какой он, типа, сейчас уже... Ну, он увидит свои отзрекалия, он посмотрит, что он, типа, гневный, нихуя себе, чё с ним не так. Всё. Ну, и, типа, джи-джи. Ну, и, короче, он в итоге перебил всех и стал, короче, нас голым. Но, боже, ну почему такая срань вообще не было никакой логики, вообще? Отец и сын, вроде казалось, ну, точнее, дочь, вроде бы казалось, это самая сильная связь, ебать, между ребёнком и отцом. Я, конечно, в этом не разбираюсь, мне, блядь, всего 20 лет. У меня, слава богу, нету детей, но, вроде бы, как я читал на форумах, да, там, все, ебать, дети, цветы жизни. Ну, вроде бы, это самая сильная связь. Так почему, вот, ну, я понимаю, что из-за этого, вот именно только из-за этого, что он убил свою дочь, типа, единственную, всё, конец света, типа, хана всем. Но, почему нельзя было по-человечески разобраться? Ну, я не понимаю, ну, ну как, ну, почему нельзя было... По-человечески разобраться? What the fuck? Ну, блин, типа, всё так трудно, я, ну... Я понимаю, что есть строгие отцы, которые, вот, только на своём, но... Как только Карагор стал нашим, его сразу убили. Но ХП у него много, я так понял. И битва с ним будет потненькая, потому что хууу вот эти всякие, блядь. Карагоры, драконы. Вот наш владыка, который, по сути, ничего не умеет. Надо, короче, сразу тогда... Он 10 уровня, наш орк. Ха, или 30, а не, 10 уровень. То есть, получается, надо будет еще делать таких оверлордов, которые потом смогут, в случае чего... Ты же не знаешь, в какой именно крепость он нападет. Но здесь-то понятно, здесь сырый рост. Но если она только заскриптована, и, допустим, а вдруг у тебя в другой крепости, допустим, в Нурнане, да? Ну, может быть такое, я ж не знаю. И нужно будет тогда делать владыку, каждого владыку таким, чтобы он мог противостоять как можно дольше против орд зверей, всяких противников, чтобы у него было много ХП, и чтобы он не был уязвим к проклятию, и не устрашался ничего. Чтобы он мог как можно дольше жить. Ну и бжинь, сел на дракона и улетел. А, не, он сейчас будет стрелять по дверям и ломать своих же драконов. Короче, ну, спасибо тебе, Георгий, за видос, ну, реально. Но больше таких спойлерков я делать не буду, действительно, потому что это зашквар, ну, потому что это или смотреть самому, или же просто создавать какие-то группы, чтобы кидать туда ссылки. Но хардкорно, хардкорный спойлер, прямо всю битву с первым Назгулом слили, и даже часть, ну, точнее, все воспоминания его, это жестко, ребят. Так нельзя, так нельзя. Тут, блядь, осталось сколько? Какое сегодня число, блядь, уже? Сегодня седьмое число, но тут уже, блядь, 20 с чем-то дней осталось, 23, я не знаю, сколько в этом месте, 30 или 31. Один, ну, похрен, ну, тут уже осталось чуть-чуть месяц, подождите, да и все, и будет вам игрушка. Зачем, зачем вот так вот себе, ну, просто спойлерить миссии? И так уже пол игры, известно. Зашкварно, зашкварно. Грауки ледяные пришли сражаться, в общем. Все пришли сражаться с нами, и в итоге, нихуя у нас притягивать ему. Да, ну, вот эта ситуация, конечно, это пиздец, надо стоит вообще еще раз пересмотреть, чтобы никто на меня... Ну, я знаю, что по-любому кто-то найдется, там, с моральными принципами, таких людей сейчас очень много, ну, преимущественно, и сейчас кто-то уже найдет, придумает. Ну, вот, смотрите, вроде ничего не предвещало беды, но вроде они бегут за каким-то кабаном. Только я не понимаю, они охотятся или что? Ну, да, он же с копьем, значит, они охотятся с дочкой, ну, типа, мирно, да, все нормально. Тут выходит из-за угла какой-то урод. Ну, просто такой... Что он сказал? А-а-а! Ты должен был, типа, дать мне руку своей дочери, как я и просил. Ну, видимо, он ему отказал, как я и думал, что, ну, на то время дочек выдавали только за охуенных богатых чуваков, чтобы, я понимаю, типа, вот эти все средневековые порядки, чтобы дочка была в хороших руках, чтобы она была в богатой семье, там, с каким-то дворянином, чтобы у них было много земли, чтобы еще желательно этот союз давал какие-то возможности альянсу, то есть, там, военные или же ресурсы. То есть, это все понятно, это очевидно в любой стратегии, в любом фильме, везде это описывается, что даже во «Властелине кольца» вот этот владыка Ривенделла, как его, блядь, основной эльф, сука, блядь, вспоминай, я не помню, ну, честно, хоть убей, которому потом Фродо привели лечить, типа, блядь, Элронд, о, Элронд, и он же тоже не хотел отдавать свою дочку за Арагорна, когда он был следопытом, потому что, ну, типа, нельзя, тебе надо плыть на тот берег, типа, найти мужчину эльфа, типа, тебе надо жить вечно, типа, он тебя испортит, и в итоге она осталась с ним. То есть, тут все понятно, но, то есть, она не предупредила, она сидит такая, типа, ну, она знает, что сейчас будет, она смотрит на отца, сейчас отцу прилетают пару стрел, только я не понял, как он от этого не сдох, то есть, броня так защищает, или это специально были какие-то пластиковые стрелы, то есть, он падает, они ее просто забирают, как это происходит, они ее, ну, они ее вяжут, или она просто слезает, то есть, видишь, мужик подходит, берет ее за пузо, и такой, типа, пошли, нормально все, и батя падает раненым, чуть ли не предсмертно, или даже умирает, кстати, возможно, он умирает, что позвали, ну, что владыка какого-то королевства умирает, и для этого позвали великих, типа, целителей эльфов, вот пришел Келембримбор и Саурон, они такие, типа, давай ему дадим кольцо, ведь все-таки оно его отхилит, даст ему, типа, ультра силу, вот они надевают это кольцо, он сразу же отхиливается, и приходит к своему обидчику, чтобы спасти дочь, по идее, но, как бы, может быть, она не хотела за него выходить, и тут оказалось, что вот у них любовь-морковь, типа, и у него глаза светятся кольцом, и тут все, типа, нет, все, я его люблю, батя, не надо, не убивай его, и в итоге она сама подставилась, хотя, вот как меня бесит эта ситуация, это просто пиздец, вот эти неверные, вся вот эта неверность, предательство, и это можно понять, ну, блять, ну, вот она подставляется, ну, тут очевидно, что она такая, типа, подставится, он даже не уворачивается, то есть он даже не пытается ее держать, он, она стояла сзади, тут он видит, что она бежит, он просто стоит, на нахуй, все, никакой реакции, то есть он не падает на колени, любовник, ему похуй абсолютно, что она умерла, то есть, где все, то есть, ну, тут, вероятно, что показывают, типа, только его, потому что, типа, вот все вострадания, чтобы мы прям почувствовали всю эту драму, да, но убрали всех, типа, с фона, но на самом деле они есть, просто он их, типа, не видит, ну, блин, это же зашквар, ну, блин, вот эта ситуация меня напрягает, просто вот с этой дочкой, это просто, ну, правильно, что ты ее убил, нельзя таких вообще дочерей держать, все, короче, убивать всех, сила кольца, повелевать Средиземьем, короче, быть назгулом, блядь, и всем, всем зла, просто всем самого чернейшего зла. Субтитры создавал DimaTorzok